сегодня мы строим иглу игла это такой снежный дом построенный из кирпичей по сути снега у меня план по крайней мере на сейчас приночевать в игле посмотрим как это получится такой процесс принимая свою хату это место где я надеюсь что не буду спать в процессе постройки максимально качественный завод по постройке кирпичей давай ай ты молодец как а дверь потом выламывается или с ноги ее потом заливает получается или как не она сама а да короче вот так вот у нас здесь все происходит я правда не сильно большой помощник потому что у меня в руках камеры и я типа больше про поснимать нежели про построить но хотя еще может быть сейчас успею как обычно и все никакой магии нет все понятно бригада там предлагает похавать пойти или ты не можешь выйти дверь не запилю пока ничего не я понял он явно не к цитайте офигели бы чтобы видеть эту картину обской там я так у нас дело движется закату жилище то не достроено главный мистер строитель я сейчас буду помогать подрядчике подставить тем временем уже темнее штука уже высокая но как свести крышу у нас небольшой пока что архитектурный затык потому что мы не понимаем как свести стенки в потолке так чтобы кирпичи не падали не знаю что будем дальше разбираться но вроде бы пока ребята не сдаются продолжаем дальше действовать а то придется спать с открытым небом вот с таким но у ребят тем временем уже топится печка и палатка готова моя пока что под вопрос я думаю закачивать что будет долго охрану еще чуть-чуть давай собаку покрел материал девчонка куда подойдет это очень большие вот здесь мы еще подойдет под львове все идеально все стоит так тут сейчас слева прогресс прогресс так на улице слава богу не очень холодно сейчас градусов на 15 может быть может даже меньше так что думаю что вполне отлично можно спать прямо под этим небом и судя по всему небо сегодня будет супер звездным но дело движется на концу здесь подрезая на подрезать и вот видите уже есть какой-то прогресс ночью она светится конечно офигенно внутри Во! Просто супер. Очень красиво. Просто номер люкс, ждущий меня сегодня. Вот эта ночка. Видишь, держится. Да. Блин. Итак, иглу построено. И надо еще час примерно, чтобы схватиться. У меня здесь уже чаек греется. Надо затащить все вещи, но, честно говоря, немножко стыкотно, потому что вот этот потолок один раз уже, когда мы засыпали, упал частично. Ждем, пока все это схватится, можно будет заселяться и ночевать. Постройка иглы завершена. Я уже здесь осваиваюсь. У меня здесь есть фонарик. Причем удивительное свойство. Вот один фонарь светит в этом углу. И здесь поэтому так светло. Просто вообще как... Как это работает? Видимо, потому что снег отражает очень сильно свет. Получается, что куда бы ты ни направил источник света, здесь супер светло. Сегодня так вышло, что мы с ребятами на Пском водохранилище, это Новосибирская область, решили собраться и построить иглу. Ну, точнее, они решили собраться, а я решил присоединиться к ним и составить компанию, что-то поснимать. В конечном счете оказалось так, что они спят в теплой палатке, а я здесь в этой самой иглу абсолютно один. У меня есть теплый спальник, у меня есть горелка с чаем, мне супер реально комфортно. Это интересный опыт, я никогда не ожидал, что можно настолько отключиться от всех проблем, от всего того, что крутится в голове, от того, что происходит. Просто отъехав буквально на 10 минут от моего дома, это реально 10 минут езды от моего дома, я припарковал машину буквально метрах, наверное, в 50, ну, может быть, в 70 отсюда. Ты можешь буквально за вот какие-то несколько минут выключиться из всего, что происходит вокруг. Подстройка дома – это настолько объединяющая история. Я только потом осознал, что все это время я вообще не думал о том, что происходит вокруг, что меня тревожит. Я забыл про телефон, я забыл про всякие социальные сети, вообще про все. Я был просто здесь, и это незабываемое ощущение, эти моменты запоминаются очень надолго. И что для этого нужно? По сути, лопата, ножовка и свободный день. Иглу строится, как я понимаю, за 6 часов примерно. Я реально в восторге от того, что я согласился. Вот я каждый раз ловлю себя на мысли, что в момент принятия решения есть какое-то сомнение. Типа, ну, может быть, поработать, дома остаться там. Но потом ты находишься здесь, я сижу здесь конкретно, записываю свои эмоции, мои эмоции где-то вот здесь. И ты понимаешь, что нечего было даже раздумывать об этом. Это реально такой вопрос вообще, который не вопрос. Надо всегда вписываться во все такие приключения и уметь находить в этом офигенное удовольствие. И оно реально необъятное. Ничего на меня сегодня не упало на голову. Поэтому можно спокойно, я думаю, собираться и ложиться спать. Всем доброе утро. Спалось неплохо. Вполне. Но иногда приходилось просыпаться там, поправлять спальник. Я уже встал, оделся. И осталось самое сложное во всем этом деле. Это вот это. Вчера, когда мы строили дом, у меня сильно намокли ноги. И теперь это просто крустальные туфельки. Буду пытаться. Ух! Это реально все равно что обуть кристальную туфельку, если честно. Ух! Общее впечатление от ночевки в иглу прикольное. Ну как будто ты в сугробе спишь. Интересно. Не сказать, что, наверное, в этой штуке было чем-то теплее, чем на улице. Но зато не было ветра. Ну его, в принципе, сейчас здесь нет. Можно сказать, что это все равно что спать, наверное, почти на улице. Но в идеальных условиях, как у меня сегодня здесь. Экспериментом я доволен. Мне очень понравилось. И это достаточно увлекательный опыт. Кстати, вон там вижу рыбаки уже сидят. Вчера ночью засыпая, я думал о том, что в каждом взрослом должно оставаться немного ребенка. Потому что именно вот эта способность радоваться всему по-детски, она настолько сильно дает вот этого какого-то позитивного заряда, перезагрузки, способности полностью выключиться. И потом максимально снова включиться в процесс просто потому, что ты хорошо отдохнул. Наверное, даже понимаю, почему много взрослых мужчин увлекается какими-нибудь там мотоциклами, спортивными тачками, снегоходами, еще чем-то. Потому что это маленький ребенок, которого ты в себе поддерживаешь. Это правильно. Это так должно быть. Нужно позволять себе своему не просто взрослому рациональному разуму, но и вот этому внутреннему ребенку порой пуститься в какую-нибудь интересную историю и что-то интересное поделать. Надо почаще строить иглы или иглу, если она не склоняется и делать всякие подобные штуки. Ну, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться, если не подписаны, потому что впереди куча фильмов. Еще вот на данный момент делание вот этого видео, еще даже фильм про Эверест не опубликован на канале. А помимо этого еще будет фильм про Северные Курилы, про Байкал. И там еще куча разных проектов у меня снимается и готовится. Так что оставайтесь на связи. И, кстати, если у вас остались какие-то вопросы, предложения, замечания, пишите комментарии. Если не осталось, все равно пишите комментарии, потому что это офигенно помогает развитию моего канала. До новых встреч. Пока.